Доброе утро дорогие друзья, с вами Лена Тарарина и я рада вас приветствовать на серии наших открытых эфиров, которые посвящены состраданию, а конкретно курсы у которых начнется уже 22 апреля и называется сострадательное сердце. Я провожу эфиры в преддверии курса для того, чтобы у вас была возможность познакомиться с материалами, вообще прикоснуться к теме сострадания, посмотреть насколько это слово вообще имеет место в вашей жизни сейчас, ведь нет никакого смысла посвящать свою жизнь тому, что вообще никаким образом вам не откликается. Сегодня наша тема это сострадание к детям и сбой в программе. Мы попробуем поговорить о том, как это вообще находиться в состоянии сострадания собственным детям, в чем это проявляется и все ли у вас с этим хорошо, могут ли дети, которых вы воспитываете, сказать о том, что они развиваются в состоянии абсолютного сострадания, как следствие. У них есть все условия для полноценного развития их критического мышления, их личностного потенциала и так далее, и так далее, и так далее. Итак, сострадание – это своего рода душевная чуткость к страданию, начиная от едва заметного психологического или физического дискомфорта и заканчивая мучительной болью. Обращайте ваше внимание, сострадание – это душевная чуткость к страданию, то есть это обозначает, что я неравнодушна. Я сразу хочу вам задать вопрос, сразу же на первом предложении текста, с которым мы сегодня работаем. Каждый ли день у вас получается замечать страдания своего ребенка? Не кажется ли вам, что какая-то истерика по поводу сломанной машины или какого-то, может быть, не случившегося куда-то похода, или, я не знаю, интернет пропал, ребенок не успел досмотреть фильм? Всегда ли в боли детей мы с вами способны рассмотреть страдания? Или нам кажется, что это что-то неважное, нужно похлопать по плечу, приобнять и сказать, ну, расслабься, все будет как бы хорошо, да? И, по сути, когда мы с вами вот таким вот образом реагируем на переживания нашего ребенка, не важно, какого оно размера, не важно, с чем оно связано, если основной посыл родителя звучит так, словно, вот это все не важно, ты зря льешь слезы, ты зря теребишь душу, все как бы стабилизируется, то, по сути, мы ребенку транслируем очень, очень специфическое послание. Мы говорим, смотри, в мире, конечно, происходят разные вещи, но то, что ты чувствуешь по этому поводу, настолько неважно, что даже я, твой близкий человек, не могу на это смотреть, это бессмысленная трата моей собственной жизни. Поставьте в чат три плюса, чтобы понимаете, к чему это приведет. А это приведет к тому, что мы вырастаем, и наши дети вообще перестают выражать чувства. А потом мы спрашиваем, почему ядерного оружия изобретено больше, чем антивирусных прививок от разного рода болезней. Да потому что мы перестаем чувствовать, да потому что мы считаем, что чувствовать это как-то неправильно, это для кого-то там неудобно, неудобно сказать, что у тебя есть какой-то дискомфорт или что-то с тобой не так. И это очень важно, чтобы мы были чуткими к разного рода страданиям других людей. Здесь я хочу сделать ремарку для категории спасателей. Быть чутким не означает решить все проблемы за своего ребенка. Быть чутким обозначает заметить это и быть рядом. Ариата пишет, моему 18 очень сложно найти подход. То, что работало, когда он был маленьким, сейчас не работает. И слава богу, это говорит о том, что ваш сын развивается в соответствии с правилами развития взрослого человека. Да, родитель — это постоянная лаборатория изобретений. Да, то, что работал, я воспитываю двоих подростков, я могу сказать, то, что работало вчера, сегодня не работает. И то, что ты сказал один раз, как в три года, ты должен повторить 23 раза. Это в лучшем случае. И мы помним с вами, что главная задача родителей — это обучать. Обучать, когда нам больно. Обучать, когда у нас нет настроения. Обучать, когда у нас депрессия. Обучать, когда у нас ПМС. Обучать, когда мы сами проживаем какую-то свою боль. Обучать, когда мы порхаем на крыльях счастливой от счастья. Обучать, когда мы наколотили с утра блины. Они не переворачиваются. И вместо блинов какая-то непонятная зажаренная жижа на сковороде. И мы все равно в этот момент продолжаем детей обучать. Потому что это основной смысл родительского вообще существования. Сострадание также включает в себя желание помочь. И выражение сострадания снижает стресс и успокаивает ваше тело. Обратите внимание, огромное количество депрессий не только потому, что мир постоянно подбрасывает нам проблему за проблемой. Мы перестали выражать соответствующей ситуации уровень своего сострадания. И это держит в стрессе наше тело. Мы в последнее время профессионально научились ругаться матом, злиться. Выражать свое недовольство политикой своей страны, политикой других стран. Мы в этом профессионалы. Профессионалы в ругне. Но наука нам говорит о том, что нам неплохо бы стать профессионалами в сострадании. Если мы действительно хотим быть здоровыми. И когда другие люди проявляют к нам сострадание, мы становимся сильнее. Нам проще встать на ноги. Нам проще продолжить путь. Величайший ученый, следующая травма, Томас Хьюгл говорит о том, что внутри каждого из нас есть своего рода пространство. И если мы его держим, пребывая в состоянии сострадания правильным образом, то любой человек может на это пространство опереться и памятовать о своей силе. И я вас спрашиваю. Когда мы общаемся с нашими детьми? Особенно, когда они делают не очень лицеприятные вещи. Находимся ли мы внутри этого пространства сострадания к себе и сострадания к своему ребенку? Вы получаете преимущество как от проявления, так и от принятия сострадания, когда испытываете это чувство по отношению к себе. И если вы способны увидеть проблемы и стресс других, значит вы в состоянии признать свои проблемы. И если вас трогают чужие страдания, значит вас могут тронуть и собственные страдания. И вы способны оказать самому себе ту же поддержку, что и другим. Обратите внимание, мы ставим свое собственное переживание, свое собственное страдание на тот же самый уровень значимости, что и страдания других людей. Мы говорим, мое такое же болезненное и такое же важное, как и твое. И если в какой-то момент времени я вдруг вижу себя таким человеком, которому, например, мои чувства, моя жизнь, мои переживания не интересны, то это лишь говорит о том, что у меня самой с собой глубокий контакт к переживанию своих собственных чувств в какой-то момент стал снижаться. И как следствие я перестала ощущать истинные чувства других людей. Если люди вам не сопереживают, сострадание к себе становится важным как никогда. То есть если никого нет, а иногда мы можем жить в окружении толпы, но одни, то должно включаться то, что мы называем самосостраданием. И самосострадание — это не нытье и не погружение в жалость к себе. И именно самосострадание вы должны испытывать первым делом, когда сталкиваетесь с проблемой. И я вас спрашиваю, родненькие, вы, сталкиваясь с проблемой, первый раз, первое чувство, которое у вас поднимается, это самосострадание? Или это может критика себя, все неудачи в вашей жизни поднимаются и опрокидываются вам на голову? Или вы тут же начинаете думать, кто, кто вставил палку в колесо вашего невероятного успеха и продвижения по этой жизни? Кто вообще причина ваших неудач? И когда наши дети смотрят на нас, а наши дети много видят, как мы, взрослые родители, проживаем как бы свои неудачи. И вот когда наши дети смотрят на нас, они абсолютно четко считывают, включается ли у мамы самосострадание, когда она оказывается в сложной ситуации. Или мама начинает махать шашкой и казнить всех, кто под руку только попадется, потому что вот не заладилось что-то там такое. Исследования Кристин Нев, известнейшего мирового автора многих бестселлеров о сострадании других ученых, показали, что сострадание к себе делает человека более устойчивым и способным подняться на ноги. Оно ослабляет самокритику и формирует самоуважение, и помогает стать более амбициозным и успешным, а не самодовольным ленивцем. В сострадании к личной боли кроется понимание, мы все страдаем, мы все сталкиваемся с болезнями и смерти, мы все теряем близких, мы все влюбляемся. И каждый человек хрупок, как пел Леонард Коэн, во всем есть трещины, но сквозь них пробивается свет. И в каждом из нас есть трещины, и каждый нуждается в сострадании. И как вы понимаете, особенно в сострадании нуждаются наши дети. И мы говорим о том, что существует три главных навыка, которые мы обязаны развивать в себе, если мы действительно хотим любить своих людей, детей не эгоистичной, не доминантной, не еще какой-то там пользовательской любовью, а если мы хотим любить хотя бы своих детей, начнем с малого, сострадательной любовью, то нам жизненно необходимо развивать такие навыки, как сострадание к себе, как забота о себе и самосострадание. Это осознанность и это способность усваивать опыт, а не убегать от того, что есть. И мы говорим о том, что это все Элина Владимировна рассказывает прекрасно. Но когда я пришла с работы или узнала о очередном происшествии в Одессе, которое никогда не станет рядовым событием, и смерти детей в любой стране никогда не станут будничными новостями в газетах и лентах новостей, и вот я прихожу домой после этого всего дня, который бесконечно меня атаковал. И я все это понимаю, о чем сейчас эфир идет, но во мне что-то умерло за этот день, и я не могу включить в себе ту часть, которая отвечает за сострадание к моему ребенку. А ребенок, а ребенок в этот момент нуждается во мне, потому что у него был свой тяжелый день. И мы говорим, что у родителей естественным образом от перегрузки информации возникает то, что мы называем эмоциональная усталость. Как распознать в себе эмоциональную усталость? Эмоционально выгоревшие родители часто нетерпеливы со своими детьми. Они срываются на них по пустякам, и детские истерики вовсе моментально выводят их из себя. Обратите внимание, если вы орете 5 минут по поводу дырки на колготке или расплескавшемуся по полу молоку, это говорит о том, что с вами что-то не так. И вместо того, чтобы успокоиться и помочь ребенку, вам хочется закрыться ото всех в ванной и хорошо покричать. И невозможность помочь себе и необходимость постоянно заботиться об эмоциональном состоянии других приводит к тому, что родители начинают чувствовать апатию по отношению к потребностям своего ребенка и не желают выдерживать его переживания и его эмоции. Выставьте в чат 3+, что вы слышите сейчас, что любовь — это способность выдерживать переживания и эмоции другого человека. И это не очень приятно, и это не всегда легко. И это требует от меня внутреннего решения и верования, что я это смогу. Что если бы Бог этого ребенка в моем жизни пригласил, и я на это дала добро, я его привела в этот мир через свое тело, то это означает, что во мне есть эта текстура, эта структура, которая поможет мне с моим собственным ребенком общаться. Но я должна это внутри себя опознать. И курс «Сострадательное сердце», в преддверии которого я провожу эти 7 эфиров о сострадании, он о том, чтобы вообще узнать, что внутри меня есть этому место, что внутри меня есть много, если хотите, заархивированной информации, заархивированной, замороженной силы, нераспакованного, невостребованного пока что пространства и силы. Потому что я не пользуюсь состраданием, потому что я атакую, когда атакуют меня, потому что я обижаю, когда обижают меня. Я действую из других своих резервов, а эти так и лежат. И будет очень обидно, если мы передадим своим детям какие-то, на наш взгляд, правильные идеологии. Если мы передадим своим детям склады боеприпасов, чтобы они продолжили наше светлое дело обороны, защиты и так далее. Если мы передадим своим детям всё, кроме вообще понимания необходимости самосострадания и развития сострадания к другому человеку. Вы просто подумайте на минуту. Вообще может ли закончиться война, в которой мы сейчас все живём, и другие страны живут в своих войнах внутренних или внешних, если у людей не будет развиваться компонент самосострадания. Что так? А вообще к чему мы придём? Давайте с вами дальше пойдём. Допустим, война завершится. А компонента самосострадания у людей нет. А они несколько лет жили в привычке кого-то атаковать и кого-то ненавидеть. И вот внешний враг вдруг закончился. И куда эта привычка кого-то атаковать и ненавидеть? Вы думаете, она вот так вот исчезнет? Нет, этого не будет. И тогда это всё обрушится вот на тех, кто рядом со мной. И прежде всего на наших детей. И это проблема, с которой нам всем предстоит столкнуться и работать. Потому что, я ещё раз повторяю, внутри нас есть пространство, на которое мы можем опереться. Среди других симптомов эмоционального выгорания родителей наживает повышенную тревожность, переменчивое настроение, изменение аппетита и сна, частое желание побыть в одиночестве, ощущение безнадёжности, общее эмоциональное истощение, повышенную раздражительность. И может быть, среди ваших знакомых есть такие родители. Делитесь этим эфиром. Пусть люди знают, что с ними происходит. Люди должны знать, что какая-то часть внутри них умирает. И тогда, осознавая это, они могут подготовиться. Они могут сделать всё, чтобы их перерождение в того человека, кем они станут, пройдя этот опыт, было полезным для них, было полезным для их семей. Почему у нас, у родителей, не хватает сил на сострадание? Из-за необходимости решать большое количество задач, совмещать работу о детях, организовывать семейный быт, постоянно переживать о безопасности. Это всё усугубляет ситуацию по поводу событий вообще в мире, которые происходят. И чтобы пребывать постоянно в состоянии повышенной бдительности, организму требуется очень много энергии, и это приводит к тому, что у родителей не остаётся сил на эмоциональную вовлечённость и сострадание. Вы знаете, что не имеют дети, которые в детских домах? Они не имеют эмоциональной вовлечённости взрослого. Взрослые, большей частью, ходят туда на работу, за редким исключением. Это я вам говорю как мать, которая воспитывает приёмного ребёнка. И ребёнок не знает, что такое взрослый, который вовлечён в его жизнь, понимаете? И мы с вами своим эмоциональным истощением, по сути, воспитываем в живых семьях, вот так вот сейчас в своей жизни детей в детских домах и удивляемся тому, что происходит. Мы всё так же любим своих детей и хотим для них самого лучшего, но не можем найти в себе для этого силы. И как же помочь справиться родителю с выгоранием и усталостью сострадать? Запутавшись в обязательствах и домашней рутине, сложно поверить, что может вообще что-то измениться. И все говорят, что дальше будет легче, однако справляться с текущими проблемами современным родителям, в частности в Украине, становится всё сложнее. И мы не смиряемся с ситуацией, но мы задаём вопросы, потому что только после того, как задаются вопросы, есть вообще возможность выйти на какой-то другой уровень. И сегодня я вам в завершении эфира хочу сказать такой интересной двери выхода из этой ситуации, одной из многих дверей, которая называется «Тренируйте эмоциональное любопытство». Исследователи выявили, что эффективная эмоциональная эмпатия, когда чужие переживания принимаются близко к сердцу, повышает риск развития выгорания. И один из способов заглушить свою неправильную эмпатию – это наблюдать эмоции другого, не беря на себя. Здесь есть чудесное слово, которое называется «Интересненько». Что происходит с другим человеком? Я буду рядом. Я позволю ему справиться со своими переживаниями самостоятельно. Забудьте на время о контейнировании эмоций ребёнка. Просто будьте рядом с ним. Наблюдайте, разговаривайте, утешайте. Ставьте в чат «Дети», все слышите, да? Будьте рядом, наблюдайте, исследуйте, присутствуйте. Мы называем это эмоциональное любопытство. Не надо проваливаться в чужую бездну, волоча туда, в бездну ребёнка или другого человека своей собственной бездной. Там и без нас справляются, там и без нас достаточно тяжести. Эмоциональное любопытство — это удивительный инструмент, который мы развиваем, когда оказываемся состраданием другого человека. И честно понимаем, что у нас сейчас нет возможности включиться, потому что мы сами истощены. Поисследуйте это сегодня. Поисследуйте, как это проявляется для вас. Поисследуйте, как это проявляется в аспекте вашего взаимодействия, вашей коммуникации с вашими детьми. И спасибо всем, кто делится эфиром. Спасибо всем, кто пишет свои истории и пишет, что у вас, какие отклики пробуждают вас, темы, которые мы обсуждаем. Завтра мы говорим о сострадании в аспекте развития женщины. И завтра мы с вами нарисуем портрет. Понедельник — лучшее время для портретов, не так ли? Портрет сострадательной женщины. Это какая-то аморфоподобная, растекающаяся, непонятная, ничего не решающая? Или сострадательная женщина — это женщина действующая? Ну, действующая как? Об этом мы поговорим завтра в 9.30 по Киеву в наше традиционное время на серии эфиров о самосострадании и о сострадании. Спасибо всем, кто делится, спасибо всем, кто комментирует, и спасибо всем, кто приходит в это раннее время на наши встречи. До завтра!